Атака кровососущих насекомых. Весь день в редакцию поступают звонки от жителей города и близлежащих поселков. Люди говорят, что от комаров некуда деваться. Жители областного центра стараются даже меньше бывать на улице. В погожий денек детские площадки в районе Маяк пустуют. Это и неудивительно. Родители не отпускают своих чат на улицу, потому что здесь бесчинствуют полчища комаров. Мы сейчас вообще собрались в другой район. Нам сказали, что там получше гулять хоть возможно. Пенсионерке рассказали, чтобы выйти на улицу приходится одевать плотную одежду. Но и она не всегда спасает от укусов. Да и различные средства против комаров защищают ненадолго. Быстро одеваешься, быстро брызгаешься, бежишь на остановку, но из-за того, что приходится минут 5-10 ждать транспорт, ждать нереально, невозможно. Хоть кан-кан полиши, все равно тебя закусают до смерти. А это Зауральная роща. Наверное, одно из самых излюбленных мест для прогулок у горожан. Но в последние дни здесь немноголюдно. В тени, да еще и недалеко от воды, кровососущие насекомые прекрасно себя чувствуют. Чего не скажешь про людей. Да подошел просто к воде, что-то прям облепили мне уши. Да вообще кошмар хватает. Они очень сильно кусают. Сегодня в мэрии состоялось заседание городской санитарно-противоэпидемической комиссии. Сотни тысяч город и различные организации потратили на истребление комаров. И сегодня же прозвучал отчет о проделанной работе и очередные обещания. Комары истребительные работы проводятся в несколько стадий. На сегодняшний момент закончена работа по обработке личиночных форм комаров. С сегодняшнего дня начинается обработка окрыленной формы комаров. В нашу редакцию сегодня обращались не только городские жители. В поселке 9 января ситуация гораздо хуже, а комаров значительно больше. Средства от комаров в магазинах разбирают за считанные минуты. Но ни в местном сельсовете, ни в администрации Оренбургского района помогать людям не спешат. Последнюю неделю вообще невозможно выйти на улицу. Сейчас это треть от того, что мы здесь видим комаров. После 8 вечера выйти на улицу невозможно. Входим в зимние одежды. Другие прокусывают вечером. Стоит только выйти из помещения, как комары облепливают все открытые части тела. Бывает, что и толстую одежду прокусывают, рассказывают местные жители. Корову убежало у меня со стада от комаров домой. На город не выйти. Сейчас же год кормить, день год кормить. А мне не выйти на город из-за комаров. Причину такого обильного выводка кровососущих насекомых можно увидеть здесь же. Прямо за дворами местных жителей в лесу до сих пор стоит талая вода. Возвольные луга, где разводятся эти личинки. Каждый год их травили. В этом году им никто не обрабатывал. Оттуда они берутся. Личинок моря. Мы туда спуститься невозможно, себя заживо. В местном сельсовете завелили. Комаров травили. В подтверждении показали смету почти на 16 тысяч рублей. Заместитель главы понимает, что проделанной работы недостаточно. Чтобы отрыскивать комаров. Да, комаров мы травили на стадии личинок. Про отравление было 8 мая. У нас в лесу вот где-то только к 7 числу начала спускаться вода. То есть была залита низина леса. Это нужно было подключать авиатехнику, чтобы всю пройти лесную зону. И, конечно же, на это нужно было много средств, которых в сельском бюджете недостаточно. Это нужно было подключать и районный бюджет, и средства областного бюджета. Глава администрации Оренбургского района Сергей Елманов весь день был на совещании. По крайней мере, так сообщил его секретарь. До 6 часов на связь с журналистами он так и не вышел. Видимо, проблему людей Сергея Елманова интересует мало. Да и в его кабинете вряд ли летают комары.